3х квадрат плюс 5х больше, чем 22. Стандартный способ решения этого неравенства такой. Выделение полного квадрата. Что это значит? Делим все на три. Получается, х квадрат плюс 5 третьих х больше, чем что? Чем 22 третьих. Как дальше? А очень просто. Х плюс 5 шестых в квадрате. Все понимают, что я буду выводить в квадрат, будет х квадрат. Дальше два раза х умножить на 5 шестых, это как раз есть 5 третьих. Минус 25 тридцать шестых больше или равно, чем 22 третьих. Пока все понятно? Да. Ну а дальше все легко. Надо вот эти 25 тридцать шестых перенести. И получится у нас такое неравенство. Х плюс 5 шестых в квадрате должно быть больше... Опа! А вот не больше или равно? Здесь было больше, здесь было больше. А почему это все больше равно? Случайно. Должно быть больше, чем сколько тридцать шестых. Надо суметь 22 умножить на 12. Будет сколько? 264. И 264 плюс 25. Сколько будет? 289. А, между прочим, 289 это 17 в квадрате. Значит, получилось, что х плюс 5 шестых в квадрате больше, чем 17 в квадрате. Другими словами, что х плюс 5 шестых больше, чем 17 в шестых. Теперь думаем, а что такое х плюс 5 шестых? Из х вычесть минус 5 шестых больше, чем 17 в квадрате. Значит, от вот этого числа число х должно быть удалено больше, чем на 17 в квадрате. Если рисовать, то картинка будет такая. Есть число минус 5 шестых. Надо к нему прибавить 17 шестых. Это будет 12 шестых. Это сколько? 2. Это 2. И надо из минус 5 шестых вычитать 17 шестых. Будет сколько? Минус 22 шестых. Минус 22 шестых, то есть? Минус 11 третьих. Минус 11 третьих. И, значит, получается два варианта. Либо наше число х вот здесь, либо оно здесь. Я теперь могу окончательно написать. Ответ. Х меньше, чем минус 11 третьих. Или х больше. Есть еще такой любимый способ записывать этот ответ. Вот какой. Х – это любое число от минус бесконечности до минус 11 третьих, не включая 11 третьих. Или, в объединении множество берется, от 2 до плюс конечности. Тоже не включая двойку. Тоже не включая, конечно. Так, господа, пожалуйста, во-первых, перепишите. И поймите, что оба варианта записи ответа, разумеется, означают строго отморит уже. Вообще, к сожалению, когда есть школьные учебники, то всегда возникают люди, которые требуют «А скажите, как правильно?» А какой вариант ответа, что называется, лучше? Ответ. А никак не лучше. Потому что, разумеется, мысль, которая написана здесь, строго такая же, как написана здесь. Это просто чуть-чуть разное обозначение для записи одного и того же. Между прочим, некоторое количество лет назад даже вот не так записывали, а была такая идея. Внервал, включая концы, то описали так. Ставили скобку вот таким образом. Это тоже вполне себе разумная система обозначения. Но, поскольку, на самом деле, заниматься вот выписыванием там туда или сюда все-таки труднее, чем просто поставить скобку, то сейчас в действующих школьных учебниках система такая. Круглая скобка означает, что эта точка не входит. Так, все понятно? Но, тем не менее, в книгах, изданных в определенный период, вы вполне встретите вот это. Скажем, когда вы будете читать журнал «Хвант» за первые 20-30 годы существования, то там вот такая система обозначений. Она на самом деле тоже, в общем, ничуть не хуже. Просто важно это знать. Все, первую задачу я решил. Между прочим, иногда то же самое рассказывают не так, как я, с выделением полного квадрата, а просто говорят. И говорят очень разумно, что вместо того, чтобы решать неравенство, можно взять и сначала решить уравнение. Господа, посмотрите, что я сейчас делаю. Я честно решал неравенство. Преобразовывал, выделял полный квадрат, да? А можно было сказать так. Вот у нас есть неравенство, его надо решить. А давайте я не буду на него никакое внимание обращать. И просто вместо него рассмотрю сначала другую задачу. Посмотрю, когда 3х квадрат плюс 5х равняется 22. В чем идея? В том, что вообще-то график функции у равняется 3х квадрат плюс 5х выглядит вполне понятным образом. Это парабола. Причем, посмотрите, какая это парабола. В точке х равном нулю это 0. Когда х равняется 0, это тоже 0. То есть, если посмотреть, то это примерно такая парабола. Значит, где-то здесь есть уровень числа 22. Парабола когда-то до него дойдет и, соответственно, будет больше, чем 22 на этом луче и на этом. Все понимают? Слово парабола вообще слышали? Нет, после этого занятия надо срочно узнать, что такое парабола. И, ребята, не надо говорить, а мы в школе это еще не учили. Дело в том, что пока вы будете ждать, что вас это в школе научат, успеет закончиться 11 класс. И, значит, в чем дело? А надо просто найти вот эти две точки. А как их найти? А надо решить квадратное уравнение. А как квадратное уравнение решается? А вот так. Переносим все в одну часть и пишем стандартную форму. Ну, разумеется, мы при этом получим ровно то же самое, что делали, потому что стандартная формула возникает из выделения полного квадрата. Поэтому ответ лишь получится тот же самый. Но идея от неравенства перейти к равенству очень важна.